Девушки отдыхают 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 Итак, план такой. Я выхожу, снимаю видео и говорю, привет, ребята. Мы такие, ееее. Да? Это не или е? Очень важный вопрос. Давайте я как будто бы е. Ееее. Как будто бы вам весело. Врать так врать. Да, договорились? Договорились? Все. Сейчас. Я выхожу из-за кулиста. Я выхожу из-за кулиста. Сейчас, сейчас, сейчас. А вы такие, а вы такие, как будто бы меня не ждали. Ух ты, и кто это вышел? Ничего себе. Так, так. Готовы? Итак, поехали, 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 поехали. Ииии привет, девственники! Привет, друзья, Сергей! Извините, это все ради славы дешевой. Вы классные ребята, вы лучше всех. Я люблю вас. Я люблю тебя. Никто тебя не любит. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Иди сюда, иди на сцену. Иди на сцену. На сцену, все похлопаем мигом. Иди на сцену, скорей. Да что ты делаешь? Вот что, что ты делаешь? Сердечный приступ уже будет. Перестань. Что? Вау! Паркур! Паркур! Кто ты? Алекс. Да, тебе же на самом деле, хоть ты выглядишь на 40, тебе 14. Нет, я вообще 20. Тебе 20 лет. Тебе 18 лет. Держись. У тебя, видимо, сложная жизнь. Нет, ты, видимо, чувак. Иди сюда. Давай обниматься. Иди сюда. Ребята, мы семья. Так. Все. Спасибо. Спасибо. Не, будь со мной. Будь со мной. Будь со мной. А у тебя же замечательный поставленный голос, да? Давай ты объявишь Дмитрия Глуповского, хорошо? Скажешь. На этой сцене с выступлением, с рассказом о графическом романе по вселенной Москва-2033. Метро, 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 Метро-2033. Дмитрий Глуповский, понял, да? Справишься? Мы там готовы? Мы все готовы. Итак, мой новый лучший друг. Мочи. Дамы и господа. Перед вами сейчас выступит автор нескольких книг. Ну, точнее их мой. Самый знаменитый. Это роман дня Метро-2033, Метро-2034, Метро-2035. Самый последний книг про Артема. Так. Сейчас будет выступать перед вами Дмитрий Глуповский. Ты лучший. Дмитрий, мы ждем вас. Дмитрий, выходите скорее. Ну, бой хлопаем мы. Дмитрий, 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 Дмитрий. О, боже. Вау. Вау. Пожалуйста. Я из поклонников больше всего этого парадного человека вырос на высшей передаче. Не знаю, кто вы. Спасибо. Вы тоже не прошли. Здравствуйте, дорогие друзья. Я не знаю, что я здесь делаю. Меня позвали, я приехал. Мне очень приятно, что здесь есть 18 человек, которые меня идентифицируют. Я подсчет. Я приехал сюда представить первый графический роман, который сам собственноручно придумал, написал и который воплощаю в сотрудничестве с двумя прекрасными отечественными и продозамещающими художниками, Ильёй Яскевичем и Дианой Степановой. Книга называется, книга называется «Пост», по-английски это «Outpost». Речь в ней идет о постапокалиптическом, как мне, видимо, теперь придется всегда писать, Америке после Третьей мировой, который всю эту Америку, как и весь прочий мир, разносит в клочья. И жизнь сосредотачивается в таких крепостях, постах, стоящих на остатках, обломках железной дороги. Все трассы уничтожены, разбомблены или забиты ржавыми машинами. И только осталась единственная на всю Америку железная дорога, которая совместными усилиями выживших поддерживается в каком-то состоянии. И вот на границе бывших селены штатства, бывшей Канады, находится один из таких постов, в котором и разворачивается все действие. Это такой нуар по духу и по сюжету, и по жанру. Интерспективная история. И все, в общем, творится во мраке цивилизации, во мраке человеческих душ, на границе между последним источником света и совсем уже окончательной тьмой, которая наступает в эту сторону. Этот город, городок, находящийся на дороге, должен будет выдержать натиск варваров, которые, подобно монголам, засметают все на своем пути, ни с кем не разговаривают, уничтожают все подряд. И в тот момент, когда кажется, что ничто уже не спасет обитателей нашего поста, наверное, в нем появляются в его двери стучаться таинственные гости, впустив которых, может быть, они спасут себя, а может, обрекут наоборот. Это Пабло Постатков. Придумано это как сериал по канонам, скажем так, американских телевизионных сериалов. Каждый выпуск, каждый выпуск комикса, графического романа, пишется так, как будто это была серия 60-минутная американского, допустим, или хорошего отечественного сериала, в сентябре должен, наверное, стартовать этот проект первым томом. Он уже нарисован, пока мы его еще доводим до ума. И дальше, наверное, примерно раз в 2-3 месяца будут выходить новые части. Будет выходить не только у нас, поскольку вся эта история про Америку будет публиковаться в Соединенных Штатах тоже. Ну и в ряде дружественных мне стран. Германия, Франция, Польша и вообще в целом по Европе. Изначально проект придумывался как телевизионный сериал. У нас даже была снята пилотная серия про, не про Америку, а про Россию, про то, как распалась Россия и про то, как на обломках России транссип нанизанное в дельное княжество. Но пока я это все придумывал, случилась Украина, Донбасс. И из вольной фантазии это стало пропаганой сепаратизма. Поэтому телевидение нас с этим прекрасным пилотом не взяли. Наоборот, дали нам пинка. Сказали, что это все политика. И чтобы мы, в общем, забрали и убирались у своей сепоганей, не вызвали ФСБ. Так что теперь это история про Америку. Пропагандировать сепаратизм в Америке можно, как и многие другие вещи. Вот. А здесь будет только Фиксики и Чебурашка. Вот так. Наслаждайтесь. Спасибо большое. Кому отдайте микрофон. Вот. Вам. Держите. А, да. Я пойду сейчас в... Вы больше в жизни, чем в телевизоре, знаете. Я пойду сейчас в Комикс-зону. И там еще полчаса буду подписывать специальные напечатанные открыточки с постом. Которые вам ничего не будут стоить. Вы можете подойти и получить на бесплатные открытки. Совершенно бесплатные автографы. Не похоже на вас. Я знаю. Я стараюсь удивлять. Хорошо. Чувствую старость уже. Хочется что-то... Отдавать. 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 Я приду за своей. Отдавать. Я приду за своей. Дмитрий Кнуховский. Еее. Отличный. Вышколили. Спасибо. Спасибо. А я вообще... Я мол, ими легко управлять. Да? Gravity Falls. Ваше выступление были эти слова? У вас нет. Поэтому не шумели. Все. Спасибо. Держите. Дмитрий Кнуховский. Спасибо. Спасибо. Градий Falls. Спасибо. Чтобы лучше было слышно. Ребята, никуда не уходим. Можно вас?